Всем привет! Меня зовут Нала, и это вторая часть моего обзора на свой самый старый скетчбук. Ну что ж, поехали! Это у нас телец. Посмотрите, на ноги телеца и на то, на каком табурете она сидит. Белиссимо. Так, это у нас начиналось факом. Существую без ребер просто вообще. Их нет. Ну как это-то? Ну и еще один супер-мега-эпичный разворот. Вот. Я не знаю, с точки зрения английского, правильно тут написано или нет, но подсказывает мое сердце, что здесь, наверное, есть какие-то ошибки. Тут я опять пыталась какие-то мелкие детали, но больше всего мне доставляет код с таким выражением лица. Ой, какие руки. Такие деревянные. Так, это прям я срисовывала с какой-то манги, по-моему, потому что сама вряд ли смогла бы придумать такую позу и такое выражение лица. Вот. Здесь у нее все еще большая грудь. Шикарно. Вызбуждает, согласись. Это бластер, кстати. Так, это у нас близнецы. Кстати, они ничего такие. Здесь много прикольных картиночек, которые можно было бы перерисовать сейчас. И было бы очень здорово. Так, это мне, наверное, купили новый маркер. Точно. Ой, очень странный нос. Эх, ладно. Угадайте, почему здесь цензура, потому что я не смогла нормально рисовать шорты. Все, все правильно, все нормально. Вот, это я нашла новую песенку, кстати. Вот, мои рисунки были более такие, знаете, как комиксы, что ли. Я не знаю, как это назвать. Более прикольно нарисованный. Так, это какой-то спектр эмоций. Хе-хе, прикольно. Вот это, кстати, неплохой профиль. Я даже сейчас, наверное, так не нарисую. Так, это у меня появились маркеры. Так, все наши мальчики. У Мэтта почему-то были очень маленькие рожки. И, как я уже сказала, прическа в стиле деревенский шиф. Проигрышная стратегия, мужик, не так надо. А сет вообще похож на какого-то дреща. Я не знаю, почему все мои мальчики, которым по сюжету было по 21, 22, они выглядели лет на 14 от силы. Наверное, потому что мне самой было 14 лет. Отлично. Так, это рак с непонятной фигнёй на руках. Вот я не знаю, что это. Перчатки, муфта, что? А вот это, кстати, очень классная прическа у Мэтта. Она мне нравится. Я бы даже сейчас такую прическу ради прикола сделала. Вот она, ага. Мажорный мальчик. Это я посмотрела фильмы телекинез Кэрри. Кэрри. Да, мне он, кстати, понравился, но не очень. Кстати, самые внимательные зрители могут заметить, что вот здесь вот я делала блики чем за маской. Чего, блядь? То есть, всё нормально, блики за маской. Да-да, не удивляйтесь. И это я нашла какую-то песенку типа I'm blue, да пути, 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 да пути. И пришёл нарисовать своих персонажей. Ой, какие-то странные маркеры, почему-то они вообще не яркие. Про маркеры, делайте лучше. Так, это у нас весы. Я не понимаю, почему весы с хвостиком. И очень странная штриховка. Она, знаете, такая типа по форме, а типа нет. Прелестно. Ой, посмотрите. Вы делаете мне больно, посмотрите на её лицо. Какой-то кошмар. И пузико такое, пузико. Она ещё не худышечка, она такая немножечко полненькая. Вот, это первый поцелуй, по-моему, который я нарисовала. Кстати, очень даже неплохо для того времени. Ох, как романтично. Вот, я тогда ещё любила рисовать всякие комиксы. Что-то типа этого. Какие-то смешнявые картиночки. И, значит, тут нарисован Цезарь после принятия ванной. Знаете, как в Ширеке, там, когда кота намочили, он так раздулся и стал такой пушистый. Вот, типа этого. Ну, и наша Святая Троица. Кстати, сет тут очень миленький. Я не знаю, он мне тут даже больше, чем Мэтт нравится. Это опять Alice Madness Returns. И мне, кстати, очень нравилось рисовать вот такие узоры по типу, как на ноже. Я очень любила рисовать всякие такие штукенции. Вот, очень классная игра Alice Madness Returns. Кому не во что поиграть, или кто про них ещё не слышал. Бомба. Скорпион. Такая тётка с красными волосами. И почему-то у всех очень толстые ноги. И очень худой верх. Грудная клетка и прочее. Как-то они несоизмеримы друг к другу. Но это не важно. Овен. Барашка такая с помпошечкой. О, боже. Ой, посмотрите на эту коняшку. Она такая классная. Мне она очень нравится. Я даже сейчас, наверное, так не нарисую. И все вот эти вот прибамбасы. Она очень-очень-очень классная. Я бы с ней даже наклейку сделала. Возможно. Но это не точно. Это вот что значит, гелевые ручки хорошие раньше продавали. Не то, что сейчас. Так. Это я опять копировала Мизуки Чайли. Делала что-то похожее на него. На неё. Как бы... Я не знаю, как правильно говорить. Мизуки Чайли, она девочка, но... Вроде как она пишет он. Ну ладно, пусть будет он. Так. Это я под какую-то музыку рисовала. Здесь написано. Видите, какая я молодец. Я раньше подписана. Плейбольные люди. Кому интересно, может послушать. Вох, вох, вох. И это значит, я хотела делать комикс свой. Это как Нала пришла в институт. О да, боже мой, какая прелесть. У неё раньше была вот такая форма глаз. Кстати, надо сейчас вернуться к этой форме, потому что она более такая исторически верная. Вот здесь вы можете наблюдать типичный Новый год. Кстати, это одна из моих любимых страничек, потому что здесь всё в таких голубых тонах, потому что я использовала один маркер, и поэтому получилось очень мило. Вот здесь вот вы можете видеть отсылку к той коняшке, которую я вам показывала. Это у нас Enterprise. И это колокольчик. Я не знаю, почему. И посмотрите на Цезарь, он везде очень мультяшный и такой зайк. Это просто ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. О да, это Капитан Нала, конечно, да, типа как Первый Мститель. Посмотрите на её грудь, которая похожа на попу. Серьёзно. Такие толстенькие ножки, но при этом очень худая талия. И плеч, кстати, у Нала раньше были меньше. Дальше опять что-то очень милое. Да, кстати, здесь я наконец-таки решила рисовать Сета. У него были какие-то проблемы с бровями. Вот тут, да. Ушки были более оттопыренные. Это Фиона из «Время приключений». Боже, какое у неё ужасно. Видите, вот ей тапком заехали по голове. В принципе, это норма для моих тогдашних рисунков. Нала здесь просто очень миленькая. И, кстати, вы можете также заметить, что форма её ушек была несколько другая. Сейчас они более круглые такие, а тогда они были прям остренькие. И такие пил. «Доктор Кто». Хотя, как я уже говорил, я не досмотрела, по-моему. Только один сезон посмотрела. И заметьте, как я неэкономно расходовала бумагу. То есть сейчас бы у меня было вот так вот всё зарисовано вот здесь. Но тогда я считала, что нужно рисовать по одному рисунку на каждую страницу. И посмотрите на эти полосочки. Это просто восхитительно. Как будто у него оттуда пробивается таракан, который как бы усами вверх. Знаете, такой гигантский тараканищик. Так, это я впервые услышала про Холмстаг. Да-да, не удивляйтесь. «Да ладно!» Я решила нарисовать тролля. Вроде бы они там все тролли. И я, честно, не хочу сейчас показаться некомпетентной в этом вопросе. Мне тогда казалось, что должен быть какой-то аниме или какой-то фильм. А потом оказалось, что это веб-комикс. Я попыталась его прочитать. Но у меня ничего не получилось. Во-первых, потому что я плохо знаю английский. А во-вторых, потому что я не поняла, что там надо делать и куда там надо тыкать. Потому что он типа веб, весь такой анимированный. И всё такое. Но всё равно я продолжала это рисовать. Потому что все же рисуют, но и мне, конечно, надо. Замечательно. Кстати, получилось бы очень миленько, если бы я сделал какой-нибудь фон. Но это не для нас. Опять же-таки, Ганнибал. Мне очень нравится и Уилл Грэм здесь. Мне кажется, он даже похож. Особое тёплое чувство у меня вызывает здесь фиолетовые грибы на его голове. Я вообще, как вы можете заметить, очень любила рисовать что-то на тему Ганнибала. Эх, какие были времена. Надо сейчас пересмотреть. Особенно, кто смотрел, поймёт прикол с грибами, потому что там была одна серия, где живых людей закапывали, посыпали торфом, сажали, поставляли им в руку капельницу и они обрастали грибами. Вот, наверное, поэтому у меня везде грибочки. Опять мои какие-то шутушные порисульки. Вы можете заметить, здесь опять же-таки очень толстые ноги, налы, просто они как палки такие, как брёвнышки. Но при этом худая талия. И большая-большая попа. И грудь такая достаточно. Упругая. Но мне, знаете, очень нравились их личики. Они такие миленькие, невинные, что ли, скажем так. И форма глаз. Сейчас, кстати, я стала более-менее разную какую-то форму придавать глазам. Но тогда у меня были все, в общем-то, с одним разрезом глаз. Мы имеем дело с какой-то особенной формой разума. Это, конечно же, мета-сет. И я не понимаю, почему здесь у сета красная кровь. Вообще, я боялась, что меня не примут люди в свой зелёной крови и вот считают, что это козюльки. Я всегда, я всегда почему-то боялась рисовать ему зелёную кровь. Но сейчас я уже, как бы, преодолеваю свой страх, можно так сказать. Была к песне «О боже, какая тёлка в платьишке и белом и шёлка». Это было вот под эту музыку. Вот, и типа она выходит такая в белом платье, и они ставят 10 из 10, а Цезарь ставит 8. Типа больше страсти, но мы-то знаем с вами, что он гей, поэтому 8. Так, тут ещё один у нас разворот в стиле Мизукича. Посмотрите на этот нос. Мне кажется, она здесь похожа на Аню консервы. Реально заметно, что я копировала стиль, потому что, ну, не знаю, форма носа, даже та же самая улыбка, как у Мизукича, просто я была фанаткой. Но я стараюсь более-менее как-то в своём стиле двигаться. Конечно же, она жит точно такой же формы, но заметьте, сколько вложено сюда любви. Здесь везде какие-то звёздочки, какие-то полосочки, и это для меня тогда было очень трудозатратно. И вот это лицо мне нравится, просто прелесть. А тут он такой, типа, ах, секс, иди сюда, детка. О, а вот как раз те Мойры, те рисунки, которые я очень-очень-очень-очень хочу перерисовать, потому что они действительно крутые. Я как-то уже, по-моему, пыталась, но у меня очень плохо получилось, потому что это было давно. Надо попробовать сейчас, но времени, к сожалению, нет. Просто посмотрите на них. Мне кажется, это был верх концептуальности и какой-то авторской идеи, потому что ни у кого таких нет. Ну, не знаю, может, у кого-нибудь, конечно, и есть, но на тот момент мне казалось, что я одна такая молодец, и как бы непонятно, то ли это человек, то ли это мармезонец, то ли это реально какой-то скелет, но мне кажется, они очень милые. Вот, и, кстати, мне нравятся тыковки такие хэллоуинские, просто прелесть. Посмотрите вот на это лицо, оно такое милое, такое тю. Нала плачущая, по-моему, под какую-то музыку опять или после какого-то фильма. Мне нравится кот в крови, шикарно. И причем вроде как она здесь ребенок, но ее детское выражение лица напоминает какую-то взрослую барышню, не знаю. И еще очень странные формы нос. Так, это Нала спит в игрушках. Ой, отвратительный покрас, просто... То ли у меня не хватало маркеров, то ли... Я не знаю, в чем проблема была. И заметьте, опять это лошадка, то есть я поняла, что я хорошо умею рисовать лошадей на палочке, и решила пихать их везде. И Мэтт такой пацан 12 лет из 7-го ВВ. И это я хотела сделать какие-то денюжки с Налой. Она здесь похожа на негры. О, боже мой, какие формы. Это Нала Снегурка. Слушайте, я тоже хочу себе такую грудь. Размер пятый, наверное, как у Семенович. Ну, а зато у нее коротенькие ручонки. Опять Доктор Кто. Кстати, тут он даже похож получился. Ой, посмотрите, у нее карман в подмышечке, туда можно складывать деньги. Знаете, когда едешь на поезде, там, чтобы вшивать туда, чтобы никто у тебя ночью ничего не украл. Шикарно! Это Хиталия, Аксис Пауэрс. Это по аниме я рисовала. И это Россия. Кстати, он очень миленький. Ну, опять, с руками проблема, конечно. Россия, Италия, Германия. Германия, кстати, ничего. Япония. Англия. Канада, Франция и Китай. Так, пропустила. О, опять. Я не могу. Почему я рисовала такие ноги толстые? Просто жидязькие какие-то. Вы уже можете посмотреть, что стиль изменился. То есть, стиль вот этот. И, допустим, вот это лицо, как оно нарисовано. И как оно нарисовано вот здесь. То есть, совсем разные стилистики. Это я, по-моему, посмотрела какой-то комикс. И решила сделать так же. Нала у меня везде с лопатой. Раньше я ее везде рисовала с лопатой. Сейчас я ее частично рисую с лопатой, потому что это как бы ее атрибут. У каждого персонажа, как я тогда думала, должно быть свое оружие. Неповторимое. Там, пистолет, еще что-то, чтобы ассоциировалось именно с ним. Мэтт. Когда я его рисовала, мне казалось, что он прям просто супер брутальный. Что у него все мышцы прорисованы. И что анатомичность на уровне Господь. Но, как оказалось, что это вообще не так. Так, идем дальше. Опять-таки уже какая-то другая стилистика. Я искала себя. А, Хьюстон у нас проблемы. Это я не знаю, к чему было нарисовано. Но здесь она похожа на Шрека. У нее здоровый нос и очень белые волосы. Непонятно, почему я перебарщила с бликами. Тут уже, как вы можете заметить, у меня страницы заполнены не полностью. То есть, как бы, огромное количество пустого пространства. Это мне побыстрее хотелось закончить скетчбук и начать новый. Всегда так делаю. Даже до сих пор сейчас. Здесь у нее какие-то неполадки с головой. Но зато Цезарь прикольный. Да. И какой-то очень странный покрас. И опять жирные ноги. Так. Это я посмотрела Кейон, по-моему. Или какое-то аниме. Да, по-моему, Кейон. И я решила нарисовать что-то. Что-то. Короче, какую-нибудь тянку в таком свитере. И нарисовала Налу, конечно же. Что с руками? Это просто от нас. Так. Это гайд по DC-комиксам. Я решила пересмотреть старого Бэтмена. И, как вы можете видеть, я ленивая жопка просто это вырезала и приклеила. По большому количеству скотч. Я обожала скотч. Я сейчас его люблю. Это Харли Квин. Опять же таки, с большой папищей. И с силиконовыми сиськами-шариками. Это норма. Но мне очень нравится у нее, как нарисован костюм. Все-таки. Что-то в этом есть такое. А это ядовитый плющ. Опять же таки, просто посмотрите на эти бедра. Как будто бы она родила уже 10 детей. И у нее просто автоматически таз расширился. Ну, блин, что-то не то. Но заметьте, что рисовка рук стала уже лучше. И, по-моему, мне еще купили каких-то маркеров. В один прекрасный момент я посмотрела пони, Эквестрия Геулз, или просто пони, какие-то серии. И решила нарисовать вот такие закладочки, что ли, таких вот поняш. Вырезать их и подарить всем своим друзьям и знакомым. Вот я была очень щедрым человеком. Не то, что сейчас. И себе я оставила Рейнгл Дэш, потому что она моя самая любимая. Я ее обожала. И сейчас мне она очень нравится. Вот. И вклеила ее сюда. Ну, это просто вообще вверх какого-то безразличия к бумаге и к деревьям. Просто посмотрите, посмотрите, сколько здесь осталось места. Я решила просто вклеить сюда вот такие ему липусечные глаза и рот. Отлично, шикарно. Так, о, немецкий. Вот тут у меня есть немецкий, конечно же. А, вот это математика, да. И вот здесь я одела кармашек. И вот здесь мне, кстати, нравится налог. Она не то голая, не то в каком-то телесном костюме. Да, наверное, она голая, но без сосков. Отлично. Это типа цензура такая. Что у нас здесь в кармашке? В кармашке. О, 26 классная работа. О, боже мой. Мне поставили 4, конечно. Какие-то... Какие-то... Надписи. Ну, в общем, вот и все. Вот он мой весь скетчбук. Советую вам после этого видео посмотреть какой-нибудь ролик с нормальным скетчбуком, чтобы как бы отойти от этого от всего. Ну, в общем, как-то так. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте, ссылочка мне обязательно будет в описании. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылка будет также в описании. Там вы сможете увидеть всякие фотки из моей жизни, если кому-то интересно. Ну, и, конечно, не забывайте рассказывать об этом видео своим друзьям. Мне будет очень приятно. Пока!